Привет, друзья! Меня зовут Антон. В прошлом уроке на эту тему мы с вами начали знакомство с такой английской конструкцией, как complex object, сложное дополнение. Мы рассмотрели случай, когда в ней используется инфинитив с частицей to. Сегодня же мы посмотрим на ситуации, когда мы должны использовать инфинитив без частицы to, или глагол с инговым окончанием. Для начала давайте немного отступим назад и напомним себе, как строится предложение с complex object. На примере предложения I want you to wake up. Я хочу, чтобы ты проснулся. Подлежащее I, дальше сказуемое want, затем мы видим так называемое прямое дополнение you, и затем идет инфинитив с частицей to. В данном случае мы не можем сказать I want you wake up. Это будет грамматически неправильно. А вот в каких случаях частица to в complex object нам не нужна? Это мы сейчас и узнаем. Итак, давайте начнем с глаголов make, let и cause. С ними в конструкции complex object нам не нужна частица to у инфинитива. Я сознательно не даю перевода этих глаголов вне контекста, потому что значений у них огромное множество, и не обязательно, что это будет всякий раз одинаково переводиться на русский язык. Сейчас вы на примерах посмотрите, как выглядит сложное дополнение с этими глаголами. Позволь мне поспать немного больше, пожалуйста. Не заставляй его выходить из дома в дождь. Ты заставляешь их вести себя так же, как и ты. Теперь на очереди у нас глаголы восприятия. К таким глаголам можно отнести, например, see – видеть, hear – слышать, notice – замечать, feel – чувствовать, и другие похожие по смыслу. В рамках complex object после таких глаголов используется либо инфинитив без частицы to, либо глагол с инговым окончанием. При этом в зависимости от этого выбора смысл фразы может меняться. Давайте на примере разберемся в этой ситуации. I saw her open the window. Я видел, как она открыла окно. Тут мы видим свершившееся действие. Она открыла окно. В данном случае в complex object нам нужно использовать инфинитив без частицы to – open. А теперь другая ситуация. I saw her opening the window. Я видел, как она открывала окно. Видите разницу? В данном случае процесс важнее результата. Возможно, она в итоге так и не смогла открыть окно. А в случае с инфинитивом она точно его открыла. Этот процесс открывания мы и описываем с помощью глагола с инговым окончанием – opening. Давайте пройдемся еще по паре примеров с глаголами восприятия. I often hear them singing this song. Я часто слышу, как они поют эту песню. И еще один. I noticed him put the key on the table. Я заметил, что он положил ключ на стол. Итак, сегодня мы с вами узнали, в каких случаях в complex object используется инфинитив без частицы to и глагол с инговым окончанием. В следующем уроке мы рассмотрим еще несколько интересных случаев использования сложного дополнения. С вами был Антон. Скоро увидимся. Bye!